В ММО играх зачастую есть редкие предметы, которые получить можно, имея лишь огромный запас удачи. Некоторые из этих вещей шуточные и не представляют никакой ценности, но по какой-то причине обрели весьма большую популярность. Другие имеют большие характеристики, которые весьма сильно бафут игрока, а третьи просто-напросто декоративные. Иногда редкость вещей может влиять на стоимость этой самой вещи, и время от времени происходят подобного рода сделки, где продаются подобные вещи за огромные суммы. В общем, сегодня я поведаю о самых редких и дорогих предметах в ММО играх. Приоритете те предметы, которые не считаются военистыми, по типу большой ракеты любви или затиранного во времени протодракона. Шахтерская шапка глубин. Эта вещь была добавлена в классической версии World of Warcraft в патче 1.11. Ничем особо не примечательная на первый взгляд вещь, которая визуально похожа на шахтерскую шляпу, что следует из её названия, которая была неплохо для своих уровней. Но при этом обладала чрезвычайно большой редкостью. Выпадала она из такого подземелья, как Ульдаман. Падала эта вещь с некоторых трэш-мобов этого подземелья и финального сундука. После выхода такого дополнения, как Катаклизм, система добычи из подземелья несколько изменилась, из-за чего он был по сути убран из игры. По крайней мере, так казалось игрокам. Позже, геммы потрудили эту информацию, сказав, что по факту вещь из игры не убрана и по сей момент находится в базе данных игры. Но она не привязана к какому-либо существу, либо предмету, с которого, собственно, она и получается. А посему и выбить его не представляется возможным. В Легионе в первых патчах появилась обновлённая информация, что теперь вещь снова доступна и её можно снова выбить. А вдобавок к этому, ещё и появляется возможность выбить и другие ультра-редкие предметы, которые падали также с этого подземелья. А именно, папская флейта и молотковый перфоратор. Все они падали с крайне редким шансом, примерно 0,05%. А так как вдобавок к этому они были боевищами, они начали пользоваться спросом для любителей трансмога на аукционе. Люди тратили в буквальном смысле тысячи попыток, чтобы закрыть этот инс, чтобы получить этот заветный предмет. Их редкость на данный момент настолько велика, что их стоимость на аукционе исчисляется в миллионах. На момент 2020 года шахтёрская шляпа глубин в европейском регионе стоит, ни много ни мало, 2,5 миллиона золотых. И доступно в данный момент всего 4 штуки. Если условно переводить всё это в жетон, выйдет примерно 1 год игровой подписки. Молотковые перфораторы стоят немного дороже. Сегодня средняя цена на европейском регионе составляет 4,5 миллиона золотых, либо 22 месяца игровой подписки. Опять же всё это при условии, что кто-то всё-таки захочет купить эту самую вещь, либо другую из этого ролика. Пабская флейта в среднем 1,5 миллиона золотых, либо почти 8 месяцев подписки на игру. Ну и заодно вдобавок, чтобы не выносить в отдельный пункт, маятник рока. Падает всё так же из того же инста, средняя стоимость 2,5 миллиона золотых. Именно из-за обладания такого большого обилия весьма редких и достаточно дорогих вещей для трансмога, подземелье Ульдоман стал весьма популярным местом для любителей голдфарма. Пона же Чароскока. Это низкоуровневая вещь, как и предыдущие итемы. Добывается она в подземелье Зулфараг и падает с босса Сандар Разредитель Барханов. С весьма низким шансом. Добавлен также в патче классической игры 1.11. В актуальное время считался одним из самых редких предметов в игре. Редкость его заключается в том, что помимо того, что сам по себе итем падал с крайне низким шансом, босс, с которого он падал, появляется примерно с шансом 20-30%. На актуальный момент шанс выпадения составлял 0,02%. Либо иными словами, игроку, который попытается его зафармить, понадобится примерно 5000 забегов. С обновлением системы лута в более поздних патчах, его редкость была полностью уничтожена, так как выбить его стало в разы проще. В актуальном момент не представляет какой-либо редкостью. На данный момент его средняя стоимость составляет 1500 золотых, что в сравнении с классической его редкостью – пыль. Иными словами, вещь была полностью обесценена. А также на его стоимость повлияло то, что моделька штанов является нередкой и используется в некоторых других предметах, которые выбить достаточно просто. Таким образом, одна из самых редких вещей, не беря в расчет баянисты и всем известные, спустя лишь несколько обновлений, целиком и полностью потеряла свою стоимость. В такой игре, как Рагнарёк Онлайн, есть такие штуки, как карточки. Они способны давать дополнительный эффект игрокам, и этот эффект может быть более крутым в зависимости от редкости этой самой карты. Чем более крутая и редкая карта, тем больше она может стоить на аукционе и цениться среди других игроков. Иными словами, они имеют весьма большой весть в игре и весьма сильно почитаются. Но есть одна проблемка – они очень и очень редкие. Получить такую карточку равносильно благословению с небес. Такие карточки, а вернее сказать самые редкие из этих карточек, падают с так называемых МВП боссов. Каждый из них может иметь разный респаун. В зависимости от уникальности и редкости моба, период респауна может составлять от 10 минут до 24 часов. Они, по сути, если проводить краткую интерпретацию World of Warcraft, то они нечто вроде World Boss'ов. Они респаунятся в количестве одной штуки на определенную локацию. Для того, чтобы его убить, не нужно заходить в рейд или подземелье, а достаточно находиться на популярных точках респауна. Итак, карточка Лорда Орков. Падает у нас такого моба, как Лорд Орков, как можно в принципе было догадаться из его названия. Шанс его дропа составляет чертовые 0,01%, либо 1 к 10 тысячам. Но ко всему этому есть одно небольшое но. В отличие от World of Warcraft'а, где фармить инст можно сколько тебе влезет, пока тебе не выпадет кд, тут босс появляется на всю локацию только один раз. И зафармить его хотят многие игроки. К шансу дропа 1 к 10 тысячам стоит добавить еще респаун моба, который составляет 2 часа. А посему, если сервер плюс-минус густонаселенный, даже при условии, что вы будете фармить вещь каждый день без исключений, потребуется множество лет, чтобы лишь попытать удачу и попытаться выбить эту самую карточку. И еще вдобавок к этому, сам то по себе моб далеко не самый простой противник, которого можно было бы встретить в игре. Недалеко не каждый способен его убить. В целом, карточки падают примерно с одним и тем же шансом. Отличие заключается в конкуренции, длительности респауна и сложности самого босса. Не стоит забывать, что респаун некоторых мобов составляет и по 12 часов, и по 24 часа. Из-за чего даже по сей момент, некоторые карточки имели лишь считанные единицы людей. Хочу вернуться к классическому рунскейпу. Классический рунскейп, ровно как и Ragnarok Online, был в свое время известен крайне низким шансом для выпадения вещей. Причем редкость тут действительно крайне высока. Есть некоторые вещи, которыми владеет лишь несколько человек во всей игре. К примеру, Молот Дракона. Чтобы его заполучить, игроку требуется для начала получить достижение пользы от нескольких городов. Если кратко, то есть города, которые могут открывать некоторые возможности, в зависимости от той пользы, которую приносит игрок. Либо, если очень сильно упрощать, систему репутации из World of Warcraft. Формится эта репутация в целом, как и в Warcraft и Green Dome, в данном случае Green Dome Ящеров. После того, как человек получит 100% репутацию с городом Шейзен, ему открывается возможность убивать ящериц-шаманов, которые на порядок сильнее обычных существ. И уже с этих ящериц, с шансом 0,02%, есть возможность выбить весьма редкий и почитаемый Молот Дракона. Но все это пыль по сравнению с шлемом Броненосца. Для того, чтобы получить возможность его выбить, для начала нужно получить элитный свиток подсказки, который является в очень простой интерпретации путеводителем в поиске сокровищ. Свиток падает весьма редко с элитных мобов. Как только он получен, по ходу его выполнения появляются охранники, уже с которых шансом 1, к миллиону, может выпасть этот шлем. Но все же хочу вернуться назад к городу Вракрафту. Мучительные воспоминания. Во времена припатча к дополнению «Гнев Королевича» был проведен массовый по своей масштабности ивент – вторжение плетью. Тогда в Азерот проникла великая и страшная болезнь, которая заражала и превращала всех окружающих игроков в чудовища. Получить этот предмет можно было абсолютно рандомным образом из любых вторгающихся существ во время проведения этого ивента. Главная особенность этой вещи была в том, какой эффект она могла вызвать. Она по своей сути имела весьма оригинальный эффект. Игрок, у которого находился этот предмет, постоянно преследовался тенью, которая где бы он ни был, следовала за ним. С каждым годом стоимость этой вещи росла, вплоть до одного момента, а именно до выхода Дренора. Во первых патчах Дренора, эффект от этой вещи изменился. Если раньше призрак постоянно преследовал игрока, то теперь он лишь случайно, в крайне редких случаях появлялся как баф на 15 секунд, а затем пропадал. Это изменение в буквальном смысле обесценило эту вещь. Взамен игрокам предоставили альтернативу, и с выходом этого обновления появилась проклятая памятная вещь. Это игрушка, которую можно было приобрести на ярмарке на Волуне. Она даёт рандомный эффект, начиная от превращения в рандомную нежить, вплоть до спавна огромных пауков вокруг игрока. Но всё же, если игроку повезёт, то он может вызвать тот же самый эффект, который вызывал мучительные воспоминания. Вопреки его нерфу, он по-прежнему остаётся весьма редкой по своей сути штукой. На аукционе в среднем на европейском регионе приобретается чуть более чем за 1 миллион золотых, либо на русскоязычном сервере Гордуни на данный момент продается за 600 тысяч. В своё время в World of Warcraft появилась весьма занимательная профессия под названием археология. Она сильно славилась вещами с крайне низким шансом дропа, игрокам приходилось днями, часами и месяцами формить нужный предмет. Самым известным является рецепт на фиал песков. Вам с небольшим шансом может прокнуть создание конопы, уже с которой с мизерным шансом в 2% выпадал рецепт. Но более редким митомом является Зинрог Разрушитель Миров. Пропается он как задание троллей, и требует 150 фрагментов артефакта троллей. Для того, чтобы его добыть, требуется иметь весьма большую удачу. Некоторые тратят в буквальном смысле тысячи попыток, лишь для того, чтобы его получить, и некоторые формят его долгими месяцами. В целом, это не единственная редкая вещь, которая может дропнуться с археологией. Ятаган Сирока добывается и требует артефакты Толвиров. Скипетр Аз Акира, также Толвиры, и посох Тана Чародея Тауриусана у дворфов. Так как они добываются через археологию, вещи являются персональными и привязываются к учетной записи, а посему и нет возможности их продать на аукционе. Но даже так, почитается в кругу любителей трансмога, коллекционеров и любителей достижений. Итог. Редкие вещи бывают порой слишком редкими, и чтобы их выбить или заполучить, игроки могут потратить сотни, а порой и тысячи часов, чтобы их выбить. Иногда это может быть оправдано стоимостью этой самой вещи на аукционе или других маркетплейсах. А иногда этим занимаются просто обычные любители фарма и трансмога, собирая тем самым огромную коллекцию. В сей ролик уложить подавно все редкие вещи из MMORPG-игры весьма трудно, посему я ограничился лишь таким коротким листом. Ну что же, ну а по сути на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!